Чем это обернулось? Это обернулось тем, что после подавления восстания стали анализировать, а что ж такое приключилось, что не только за поляков воевали поляки, то есть крестьяне-католики, с ними-то понятно, они одной веры, один народ. А как так получилось, что вот православные крестьяне, живущие на Украине и, в общем-то, причисляемые по законодательно-кровскому народу, как же они оказались на стороне польского восстания? А это действительно так, даже в Житомирской губернии шла война, не говоря уже про Волынскую, и только в Подольской восстания не было, поскольку там не было лесов. А вот в Житомирской вовсю воевали, и даже на Киевщину заходили отряды, хотя, казалось бы, ну уж Киевщина-то совершенно, по понятиям того времени, совершенно русский регион. И в ходе анализа министр внутренних дел Волуев решил, что, видимо, бог его знает, как так вышло, но, видимо, тоже свою роль сыграли и все эти украинские интеллигенты, которые на своем малороссийском наречии принялись вовсю писать, и огромные объемы текстов выходили. И украинский язык был запрещен, разрешено было только художественную литературу писать. Поэтому, ну поскольку художественная литература, ну это такое, и коммерческая совершенно, и в то же время, ну вот люди пишут об народе этого края. Ну вот народ этого края, он изъясняется на таком наречии, ну пусть себе пишут. И обернулось это тем, что, во-первых, запретный плод сладок, а и молодежь уже, и разночинная интеллигенция, которая, в общем-то, с детства на этом языке говорила, а только приехав учиться там в гимназии старшие классы, стала говорить на русском. И, а тут, оп, оказывается, язык, на котором я говорил в детстве, он запрещен. Запретный плод, вот, ай-яй-яй. Кроме того, это сделало вообще украинскую литературу более демократической. То есть она стала, массово демократы стали, живущие на Украине, стали себя осознавать украинцами и выступать за украинский народ. Вот, вот, в целом народничество, и российское народничество, в целом-то, относилось к украинцам довольно, так сказать, дружественно, да? Например, Тарас Шевченко был иконой не только у украинских народников и вообще у украинцев, да, но и российские народники, вот, уважали. Вот, великий демократ, предтеча. Ну, весь этот рассвет, да, и значительная часть политических памфлетов стала издаваться под видом художественной литературы. Более того, поскольку можно было писать на украинском языке, вот, цензоры в Петербурге его понимают слабо, вот, можно писать все, что угодно. За счет этого литература сделалась вообще чрезвычайно модной, украинская литература, и народники по всей России, в общем, котировали эти книги, что обернулось тем, что в 76-м году уже запретили украинский язык полностью. Стало запрещено им не только там в суде изъясняться и научную литературу на нем писать, но и вообще любую литературу. Детям в школе тоже по строго установленному порядку стало положено учиться и так далее. А это в России. А в то же время в Галиции, где уже была конституционная монархия, был парламент, и, главное, были довольно обширные экономические свободы, украинцы наравне с остальными народами империи вовсю стали заниматься бизнесом и вовсю заниматься политической деятельностью. Кроме того, если мы вспомним, в России, например, суды присяжных появились когда в 70-е годы, в Австро-Венгрии они уже были давно, существовали профессии адвокатов, адвокатов, прокуроров и так далее, каких-то бизнес-адвокатов, которые представляли бизнесменов в судах. И таким образом украинских интеллигентов становилось больше. Кроме того, во Львове сумели сделать украинский университет. То есть, львовский университет, на нем себя довольно уютно чувствовали украиноязычные профессора. Тот же Костомаров какое-то время там скрывался, ну, как скрывался, работал. Существовали, так сказать, русские отделения на всех факультетах. Хотя в целом, казалось бы, город польский, вот, еще и называется по-немецки Лембер. И стали разрешены партии политические в Австро-Венгрии. И в Австро-Венгрии появилось, украинцы, естественно, стали заниматься политикой, выбираться в Сейм и в парламент других регионов. И основными политическими течениями сделались народовцы и москвофилы. Они во многом, что касается народовцев, они во многом были под влиянием всего того расцвета украинской демократической субкультуры, происходившей на Украине, на российской части Украины. И в то же время они негативно относились к москвофилам. И, к тому же, там еще нарисовался в тот период очередной конфликт между этими двумя империями. И украинское движение было в Глиции разделено окончательно на две основных партии. И этот раскол продолжался, по большому счету, на западной Украине, по большому счету, до 1939 года, хотя уже фигурировали другие партии. На народовцев, которые были, с одной стороны, вроде и либералы, вроде и демократы, но при этом довольно умеренные, применительно, с точки зрения имперской безопасности, они были довольно умеренные, поскольку они там никакой угрозы короне не несли. Ну да, ну вот люди хотят там реформировать земельное право в своем крае, или там школьные правила в своем регионе. Ну, на здоровье хотят, и хотят ничего такого нету. У нас многонациональная империя. И москвофилы, которые, с одной стороны, казалось бы, были консерваторы, то есть их все эти перемены, там, а вот давайте откроем больше русских школ, оно их мало беспокоило, в общем-то. Но в то же время они были экстремисты. Экстремизм их заключался в том, что они считали, что нет, вот эта вот конституционная монархия, это что-то не то, но надо присоединяться к России, и все. Вот в России там совсем не так, как здесь. Ну, в общем и целом. И эти две партии, они вот задали всю политическую жизнь украинцев в Западной Украине, и ритм этой политической жизни на 60 лет вперед. В то же время в России стали формироваться такие подпольные движения, подпольные тусовки этих украинских интеллигентов под названием громады, а в Австро-Венгрии украинские организации и вообще любые организации могли действовать свободно, там существовало законодательство об общественных организациях, о кооперациях, люди могли заниматься чем угодно, что, в общем-то, дало большой импульс не только общественной жизни, но и экономике Австро-Венгерской империи. Начать бизнес в России было гораздо сложнее, чем в Австро-Венгрии. В Австро-Венгрии в 1868 году сформировалось уже там общество просвита, которое ставило своей целью просвещение широких народных масс в духе там русинской национальной культуры. Ничего запретного с точки зрения Австро-Венгрии в этом не было. Кстати, организация просвита существует и по сей день уже по территории всей Украины, и даже в Москве у них есть офис. Также было сформировано там научное, вначале научно-литературное общество имени Тараса Шевченко, затем просто научное, украинское научное общество имени Тараса Шевченко, которое тоже до сих пор существует. И вот, чтобы, так сказать, откуда все это дело, в 90-е годы уже вовсю стали учреждать и экономического рода организации. Например, в 1898 году был создан Краевой союз кредитный, который объединял несколько кооперативов. Кооперация, кстати, в Австро-Венгрии была совершенно легальной, и под редкооперация, и кредитные союзы. А в России даже касса взаимопомощи между гражданами являлась подсудным делом. И, собственно, значительная часть всех этих социал-демократов, они там занимались вот такими вещами, как кассы взаимопомощи, потребка операции. Все это было уголовным делом очень часто в России. А в Австро-Венгрии нет. Вот были украинские кооперативы. Эти кооперативы создали там кредитный союз между собой. Потом этот кредитный союз стал банком. И этот банк финансировал потом украинских националистов, и был их ведущей кормушкой в дальнейшем. А к 1900 году в России вся эта интеллигенция, которая, с одной стороны, вместе с российской интеллигентной молодежью играла в революцию, и в то же время осознавала себя все-таки там украинцами. Они создали первую украинскую политическую партию, революционная украинская партия, первую украинскую политическую партию в Российской империи. А потому что на Западной Украине, в Австро-Венгрии, уже украинские партии были. К тому времени была Украинская народно-демократическая партия, которая была праволиберальной. Была Украинская социал-демократическая партия, которая была, соответственно, социал-демократической. Но это все в Австро-Венгрии. А в России, естественно, партии все были вне закона. И вот революционная украинская партия. Современный украинский национализм не бандеровского толка, он сейчас совершенно маргинален, но он все-таки кое-как существует, возводит в свои корни вот именно круп. Но, собственно, именно Руб, все осколки Руб стали потом основой центральной рады, многопартийной. Ну, центральная рада была многопартийной, но все эти партии, они своими корнями уходили в Рубу.